Первое, я сейчас не буду заниматься разбором, каким языком мы грамминами писать, я считаю, что что такое алгоритм, все более-менее понимают. Вот сто лет назад это было не так. В 1918 году большинство людей, если бы мы сказали алгоритм, потребовали бы длинных-длинных объяснений. Сейчас наоборот, все более-менее понимают, когда есть какая-то понятная, на каком-нибудь языке понятная система инструкций, и мы ее выполняем, можно переписывать, программу можно менять сама себя, это тоже, пожалуйста, разрешено. И в общем, там какой-нибудь Pascal, BC, в общем, у каждого, наверное, если какие-то свои представления о том, какой язык лучше, какой хуже, какой-то язык проявленный. Вот. И вводим абсолютно принципиальное слово. Вычислимая функция. Это вот что такое. На вход алгоритма подаем разное число, и по некоторой программе вычисляет и вычисляет и вычисляет. Очень важно. Вычислимая функция не обязательно всюду определена. Не обязательно всюду определена. Почему это так? А потому что, когда у вас алгоритм начал работать, то запросто может быть, что вы ждете, а он не сработал. Вы ждете, а он все еще не сработал. Вы 300 лет прождали, а он все еще не сработал. А дальше вы не знаете. Этот алгоритм на самом деле не сработал, потому что надо еще 500 лет подождать, или же он не сработал, потому что он на самом деле никогда не сработал. Вот это очень важно. Функция не обязана быть всюду определена. Понятие. Перечислимое множество. Перечислимое множество. Натуральные числа. Посмотрите, вы запускаете некоторый алгоритм, и он печатает натуральные числа. Что-нибудь такое. Вот он работает, 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 вдруг взял и напечатал число 2018. Дальше, работает, 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 и запечатал, не знаю, 24. Работает, 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 и написал число 10, и так далее, и так далее. Заметьте, пожалуйста, можно ему давать на вход какое-нибудь число. Можно считать, что он сам для себя, сам себе даст какое-нибудь какое-то число. Это не так важно. Важно, что есть некоторая вычислительная процедура, которая выдает выход числа, числа, числа. И один из способов такой сказать, что перечислимое множество, это в точности множество такого вида. f от единицы, f от двойки, f от тройки и так далее, и так далее, и так далее. То есть берем вычислимую функцию и ее применяем ко всем натуральным числам в область значений вычислимой функции. Замечательно. А можно было так сказать, это область определения вычислимой функции. Итак, я сейчас ввожу два определения вычислимого множества. Это область значений. Область значений. Некоторые, то есть, это множество, значит, а. Область значений. То есть множество а. А трудное, это область определения. Область определения. Некоторые вычислимые функции решения. Некоторые вычислимые функции. Хотя это очень просто, но давайте все это докажем. Оказывается, множество, которое могут быть множеством значений вычислимой функции и множество, которое могут быть множеством областью определения, как-то странно, это одни и те же множества. Это вот те самые, которые, наоборот, перечислимые множества. Так, ну давайте в какую сторону. Представьте себе, что у нас есть множество, которое по первому определению. Множество значений некоторой вычислимой функции. А я хочу придумать другую вычислимую функцию, чтобы то же самое множество, вот это множество А, было бы для нее областью определения. Как ни странно, очень легко придумать такую. Рассказываю алгоритм. Расчетим ее, не записывая на доске для скорости. Алгоритм такой. Если нам дали некоторое натуральное число К, то для того, чтобы вычислить Ж от К, мы должны сделать следующее. Мы должны запустить вычислительный процесс, который вычисляет вот это множество. Ну, что значит спустить внешний процесс? У тебя еще целое множество. А вот так. Надо взять и сделать один такт программы, которая делает это. Потом еще один такт программы здесь и один такт здесь. Потом еще один такт здесь, здесь и здесь. Потом еще по одному такту здесь, здесь, здесь и здесь. И так далее. Каждый раз проходить от вычисления функции этой единицы до некоторого места по одному тактику давать. И потом еще следующее тогда. В результате у нас в каждом месте все время и в любом месте, если это значение в принципе можно вычислить, когда-нибудь оно будет вычислить. Отлично. И если у нас когда-нибудь появится здесь число К, то мы сразу говорим, что функция Ж на этом числе определена и мы называем какое-нибудь значение. Например, то же самое число К дает значение. Там или число 1 дает значение. Не важно. Ребята, вот в этом месте видно, одна из самых первых теоремы науки, до какой же степени она не смотрит на память, которая нужна на время работы. Потому что, конечно, это жутко трудоемкий алгоритм, он считает все-все-все-все значения в надежде когда-нибудь это будет. Но с той серией абстрактной вычислимости безусловно все работает. Так, поняли я? Да? Я и жду появится никогда-нибудь здесь число К, если оно появляется, то я говорю, что она не будет сажать. Отлично. А можно оценить? Да. А если f не объекция, то функция Ж существует? Да, ни в коем случае не объекция. Нет, я же говорю, что и f может быть не всюду определено, и g может быть не всюду определено. Мы все время говорим о алгоритмах, которые могут быть определены не на всем множестве. Это абсолютно принципиально, потому что когда алгоритм работает, непонятно, какое стоять окончание по времени. Вы скажете, что подождем 300 лет, а выяснится, что ждать надо 800. Понятно, да? Нет, очень важно, они не объявляют, что... Так, теперь берем погасительное. Второе. Пусть у нас есть область определение некоторой функции g. Вот множество m. На нем определена вычисление функции g. На остальных числах она ничего не дает, то есть невелико пишет, что не определена или просто никогда не останавливается, неважно. Вот есть некоторые множества b. Давайте я объясню, как придумать легко функцию f, чтобы областью значений было бы то самое множество. Это очень просто. я запускаю запускаю вычислительный процесс, который вычисляет функцию g, начинаем вычисление точно так же на единице, на двойке, на тройке и так далее. И как только, хоть на каком-нибудь числе вычисление закончилось, то есть получилось, что это входит в область определения, то я это число даю в качестве значения функции f и продолжаю вычисление. Понятно, да? И еще какой-нибудь функции g выяснил, что она еще там где-то посчиталась. Отлично. Я ей выпишу сюда в список. Ну, в общем, видно, что это действительно более-менее другое. Спасибо.